Всем добрый день! С вами Виктория. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный шоколадный бисквит для шоколадного торта. Я его готовила для торта Вупи Пай. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Итак, 320 грамм муки смешиваем с 50 граммами темного какао. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваем. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. В другую миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 230 грамм сахара. И начинаем взбивать миксером. Взбиваем в белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в 2-3 раза. И теперь во взбитые с сахаром яйца добавляем 150 грамм сметаны. У меня сметана 30% жирности. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили и 80 миллилитров растительного масла без запаха. И перемешиваем еще раз до однородности. И затем начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. Муку, какао и разрыхлитель. Просеиваем частями, не все сразу. И перемешиваем миксером. Параллельно добавляем 230 миллилитров молока. Делаем это в 2 раза. И так постепенно просеиваем все рассыпчатые ингредиенты. И добавляем оставшееся молоко. Перемешиваем все до полной однородности. Время от времени не забываем зачищать края емкости. Тесто должно получиться однородное, гладкое. По консистенции примерно как густая сметана. Оно стекает ленточкой с венчика. Обратите внимание. Далее делим тесто на 4 равные части. Я это делаю с помощью весов. Для торта Вупи Пай нужно 4 коржа. Подготавливаем форму. Размер моей формы 18 сантиметров диаметром. Застилаем ее пергаментной бумагой. И смазываем кусочком сливочного масла. Духовка уже должна быть разогрета на 200 градусов. Перекладываем одну часть теста в форму. Аккуратно все разравниваем. И отправляем запекаться ориентировочно на 10 минут. Не забывайте, что последующие коржи могут запекаться немного быстрее. Готовность проверяем легким нажатием пальца в середину теста или зубочисткой. Вот такие красивые коржи получились. Смотрите, не пересушите. Если коржи у вас получились не очень ровные, то их можно подровнять с помощью тарелки и ножа. Получаются они с характерным шоколадным вкусом. Ровные, гладкие и очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить шоколадный торт с такими коржами. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.